ШУГАМЕН Йо, всем привет, меня зовут Шугамен, сегодня мы продолжаем играть в новый аддон, новая колода шамана. Эта колода, такой своеобразный гибрид, который призывает из руки существ, который призывает существ из колоды с помощью вот этих двух эпических карт, грязниформеров. На самом деле довольно-таки интересная дека, сборку я увидел у нескольких зарубежных стримеров, одного из них зовут Чамп, поэтому ему респект большой. Поехали. Ну, мы, наверное, грязниформеров оставим. Ну, это вообще на самом деле ключевые, одни из ключевых карт, лакир, конечно же, должен быть в колоде при этом, но ребята захотели остаться у меня в руке. И у меня такая замечательная рука, состоящая из... Интересный против нас, похоже, какой-то ЗУОК. Бешеный. Ну, ничего-ничего, мы дождемся нашего пятого хода и будем... Будем всячески от него отбиваться. Так, в этой колоде есть такие ремовалы, как, например, сглаз. Также есть две копии грозы, которые, к сожалению, у меня тоже в руку не пришли, но сейчас мне осталось сыграть только лишь тотем. Да, здесь еще две карты из растахановых игрищ. Это дождь и жаб. Неплохая шестерка, которая позволяет, помимо всего прочего, заспамить стол провокациями 2.6. И... И в том числе неплохо работает синергия с... Моей пушкой. Лизун за две маны. Вау, ковер-самолет. Ну, окей. Плюс один к атаке и натиск. Фу-фу-фух. Я думаю, здесь нужно его убивать. На следующий ход, наверное, скорее всего, мы разыграем грязни формера. Но, к сожалению, аллакир у нас не в колоде, а в руке. Но у нас также есть злой серый маг, который может задать жару. Ведь под конец хода он призывает существо за шесть. Также там есть у нас живой источник. Это как аллакир. Только он еще и хилит. Надеюсь, это он будет. Да, вот смотрите, живой источник. Похищение жизни и неистовство ветра. Так, кого мы забираем? Ковер. Мне он не нравится. Но мы его не заберем. Троечку. Давайте заберем троечку. В принципе, если Малегас и аллакир у нас в руке, то, скорее всего, мы так и будем добирать живой источник. Поэтому на следующий ход у нас будет неистовство ветра и мы отхилимся. Посмотрим, что сделает Гул'дан. Наверное, ему стоит все-таки забрать. Да, кстати, у нас есть Эврика, но в руке. Но бросать ее сейчас, я думаю, не имеет смысла. Потому что мы можем попасть на грязни формера. Лучше от него избавиться. Так, и этот парень мне уже порядком надоел. Со своим ковром самолетом. Надо его забирать. Так. И это немножко не то, что я думал. Ну окей. Сколько это? Два урона, да? Ну ладно. 5-6 в принципе неплохо. То есть, вы понимаете, да? Мы бросаем карту за 5 единиц. Маны получаем в итоге два существа. 4-5-6. Плюсом вот этот друг может постоянно в конце хода превращать, точнее призывать существ. Ну сейчас его, конечно, заберет. Кстати, интересная сборка. Я смотрю, она довольно-таки жесткая. Так. Что мы делаем? Я думаю, нам стоит играть в грозу. Так. Какой шанс призывать Малегаса? Один к трем, да? Маленький. Давай, СПД. Не СПД. Надо великана по-любому забирать. Зачем нам такая жирная хрень на столе? Правда, и ковер мне не нравится. Мы с ним потом разберемся. Например, Зелякс на следующий ход. Да, он, конечно, его не заберет. С этим я погорячился. Еще один ковер-самолет. Вау. Кстати, забавная дека. Я просто с злоками здесь не играл. Пока что-то. Какой он злой. Что происходит? Что за хрень? 5-3. Ну, наверное, 5-3. Да, на следующий ход, наверное, мы берем Алакира. Алакир сможет забрать одного из ковров. Самолетов. Иди сюда и сражайся! Он меня просто бесит уже. Еще один великан. Наверное, нам стоит играть. И это сущность магии. Да, наверное, убираем. Ну, и ставим тотемчик. Окей. В принципе, главную артиллерию. Хотя, возможно, нет. Он потерял. Может быть, какие-то у него там новые карты. Это херня. Как он забафает мощным. Так, мы Малегасом пробиваем этого чувака. И Алакиром ломаем хотя бы кого-то из этих. Где там еще есть живой источник? Сама ты, тварь. Так. Это зря сделал. Ну, так-то лютая колода, на самом деле. Время почти стекло. По глине может посоревноваться даже с... С друидом. Сколько дерьма. Давай, пожалуйста, гроза займи. Так, но это, в принципе, не хуже. Потому что мы с помощью этого... Сможем отхилиться. Совсем неплохо, я считаю. Самое интересное, чтобы забрать элементаля, ему нужно в него биться. А это отхил. Кого он пытается найти? Какого-то злого чувака. Здорово. Карафаам. Так. Что мы можем? Я думаю, мы можем сделать вот так. Мы кидаем сейчас дух предков. А это спелл, который позволяет выбранному существу сдохнуть и снова появиться. Поэтому, наверное, мы кидаем дух предков. Ну и сейчас... Хреначим его. Валим его. Валим этот гребаный ковер. Наверное... Да, наверное, все. У нас в колоде есть метание тотема. Это спелл за одну ману. Также у нас в руке есть Малегас. Если приходит этот спелл на следующий ход, это летал. Если он, конечно же, контролит Ала Кира. Но... Он выбирается. Пытается найти из легендара к провокацию, но... Я думаю, что это... Безуспешно для него. Это победа. Я думаю, что мы оставим дух предков. Лизуна. Дождь и жаб, наверное, скинем. Да, кстати. Сейчас самое время. Если вам, ребята, нравится это видео, подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Мне будет приятно. Впереди больше... Больше... Больше видео. Так, что у нас есть за два? За два у нас есть, конечно же, пушка. Биться мы не будем, потому что мы ждем перегрузку. Здравствуй, друг. Здорово. Ну, привет. Кислотный сей, извините. Как видно. Это не главное. Пушка это вообще не главное в нашей деке. Неплохо так. 4-3. Плюс берет заклинание тяжелого класса. Очень неплохая карта на дороге. Так, 2-3, 2-3. А если не вышибет? Я думаю, лучше сыграть гребенформер. Малегас. Ну, вот это вот не очень хорошо. Это я зря сделал, возможно. Но сейчас он разменяется, по крайней мере, я думаю. Хрен. Здорово. Агент швук стиль. Агент швук стиль. Да, но это пофиг. Малегас. Бум-бум. Так, ну я думаю, здесь это поле надо чистить. Совсем как-то не очень. Вау. Плохое смысле. На себе. Скопал 1 и вытянул. Новый. Сила из мустоты. Так, у меня полная рука всякого дерьма. Учебеляет, может быть. Грязный формер. Зилиакс не может быть, потому что у меня перегрузка. Черт, по-моему, это прогибает. Да, надо было оставлять дождь и жоп. Этому парню. Этому парню. Вау, козни как хагаты, как всегда, вовремя. Ну и здесь, по-моему, надеяться, надеяться на живой источник. Это последняя наша надежда. Пробуем. И это не живой источник. Совсем не живой источник. Сейчас пойду, клочки по закоулочкам. Я думаю, это проиграно. Итак, против нас всем любимая дека. В этом дополнение. Не знаю, кому еще не подгорал от этой деки. Может быть, только тем, кто на них постоянно сам играет. Это вы догадались. Это токен друид. Для токен друида нам нужно оставить казни хагаты. Эврику мы убираем. Метание тотема. Да, давайте оставим, наверное. Итак, у нас есть глаз. Копим ремувелы в виде козни хагата. Хагаты. Так, класс. У нас зашел грязный форумер. Это хоть какой-то шанс противостоять этой хрени. Живой источник. Минус жизнь. Он должен сидеть в колоде. Это не тотема. Да нет, я, пожалуй, прожму оголку. Это локация. Это три единицы урона по всем. Неплохо бы вторую сейчас получить. Вау, 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 вау. Полегче. Нам нельзя его разбивать. Он получит два токена. Нам нужно ломать от его. У нас очередная провокация. Не нужная никому. Ясно с тобой. Чё, глаз? Да, наверное, глаз. 5. Следующий, наверное, идет в грязни форме. На кого охотимся? Это вот очень обидно сейчас, что он делает. Не, подожди. Лучше надо это дерьмо убрать, да, стало? Скидеть урона, как-никак. Да, наверное. Где мои козни хагаты? Вот это вот тоже вот как-то не очень. Так, ну окей. Ужас-то в ночи! Ммм, Зилиакс. Ну окей. Зилиакс. Крайней мере, мы закрываем бульсхол. Мне бы хотя бы до восьмой маны продержаться, а там уже будет веселее. Кстати, да, на следующий ход мы можем разыграть сглаз. Мы можем разыграть дух предков. Назилиакса. Ну, сглаз, конечно, не Назилиакса. Нет, мы не сможем разыграть. У него есть размах. Как он валит, а? Смотрите на этого друида. Козни хагаты неплохо, довольно-таки неплохо. Отдавать ли сглаз? Или подождать? Дух предков. Дух предков сглаз. У него там где-то в колоде должна быть хрень такая жесткая. Давайте поставим тотем. Черт, ну давайте заберем этого. Так, он получил. Два токена лишних. Сейчас он будет выставлять на стол. Но у меня есть козни хагаты. На две единички, между прочим, уже. Так, призвал. Стражниц пустоты. Так, ну это вообще пофигу, в принципе, если у меня есть похищение жизни, живой источник в руке. Да, это тоже пока пофиг. Так, гроза, но есть ли смысл? Давайте играем в живой источник. Собираем этих двух оленей. Дриад. Окей. Три урона. Здесь у нас два-три урона, поэтому зачистка, в принципе, есть. Да, кстати, мы можем на него бахнуть сейчас дух природы. Если, конечно, его не заберут от размаха. Белка. Еще одна белка и... Давай спелл. Ну, это... Как бы так, да? Так, давайте, ребята, пробовать играть через грозу. Так, забираем этого... Бесячего персонажа. Ну, начинаем отхил. А вряд ли у него есть сало, поэтому у нас... Я думаю, пару ходов будет отхил неплохой. И урон по его токенам. Наконец-то я вырвался из проклятой башни! И урон по его токенам. Я думаю, что с одним токеном он нас не уничтожит. В принципе, могу ли я на следующий ход играть Малегаса? Кстати, интересная карта. Раскопал три существа и все они теперь... Какого хрена? Да, но... У нас есть Малегас. Окей. Здорово. Ну, я думаю, пора обломать ему лицо. Кузнехов, хагаты наносит 12 единиц урона всем существам. Только натуральные средства. Так, окей. Я думаю, это победа. Вот такая вот дека, друзья. Всем спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Впереди много нового. Всем пока.